Слушай, как ты думаешь, а если евреи будут в русской бане сидеть вот в таком виде, к нему могут юдафобы какие-нибудь докопаться и сбить его? У нас? Вряд ли. У нас, даже если в кипе будут сидеть в бане, никто и слова не скажет. А вот во Франции докопались за то, что из машины звучала еврейская музыка. Представишь, какие сволочи? Ну, загнивающий запад. У нас в Москве, по крайней мере, я тебе даю голову на отсечение, что проявлений юдафобства, проявлений антисемитизма... Нет, вообще, я ни разу не сталкивался. Я ни разу не сталкивался с этим. Прикинь, какая камера. Вот сейчас вот такими делают телевидение, представляешь? Шалом, дорогие друзья. Розахайбо. Это итоговая программа на первом еврейском телеканале. В эфире два кадра, и мы, братья Эйхусы, на дворе конец декабря. И мы начинаем. Сегодня вы увидите. А на правом плече вакцинация, а на левом прививка Анфас. Как проходят процедуры в разных странах, и скоро ли победят коронавирус. ООН разбирается в благополучии. Рейтинг стран, в которых жить хорошо. Выбором быть. Израильский Кнессет совсем распустился. Кому во Франции помешала еврейская красавица и песни на иврите? А также постоянные рубрики нашей программы «Стендап Тора», «Неделя в истории» и «Комик недели». Сообщения о преодолении пандемии коронавируса уже давно похожи на сводки с фронтов. Эти боевые действия идут во всех странах мира. Легкой победы никто не обещает. Есть потери и жертвы, но человечество не сдается. Появление вакцинации и начало применения вакцин в России, Европе и США дает надежду на успех. Первым регионом России, в котором началась вакцинация, стала Москва. В столице открылись сотни прививочных пунктов. Они работают ежедневно. По всей России идет запись на прививки «Спутник-5». Это первая зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Но на подходе еще два препарата. Также до конца декабря начнутся прививки в группе риска вакцины «Вектор». А с февраля следующего года должны запустить производство своей вакцины в Федеральном научном центре имени Чумакова Российской Академии Наук. Ждем, готовимся, надеемся. Новоизбранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис тоже на днях получили первую дозу прививки. Слушай, а что там в Израиле? Какие новости по этому? Давай пленочку поставим и посмотрим. В Израиле официально стартовала вакцинация от вируса COVID-19. Образцово-показательный прививочный акт совершили в больнице Шиба премьер-министр Беньямин Метаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Глава правительства и руководитель Минздрава стали первыми израильтянами, получившими вакцину Pfizer. Второй укол им поставят через две недели. Вакцинацию премьера и его министра можно было увидеть в прямом эфире. Министр Юлий Эдельштейн заявил после того, как получил прививку от коронавируса. «Мне жаль разочаровывать распространителей фейк-ньюс, но у меня не вырос хвост. Все в полном порядке, и я отлично себя чувствую». Глава правительства Беньямин Метаньяху также сообщил о своем превосходном самочувствии после прививки. Перефразируя американского астронавта Нила Армстронга первым, спустившегося на Луну, израильский премьер сказал, что это маленький укол для человека, но огромный шаг для человечества. Вакцину в первую очередь получили также генеральный директор Минздрава Хези Леви и заведующий медицинским центром ШИБА профессор Ицек Крайс. Затем вакцинацию прошли врачи и весь медицинский персонал больницы. Прививочная компания в Израиле получила название «Латет КТФ» – «подставить плечо». Это игра слов на иврите, имеющая и прямое значение, поскольку прививка делается в дельтовидную мышцу плеча и переносная – «подставить плечо для помощи другу». Однако то, что широкомасштабную операцию по вакцинации населения Израиля открыли Нетаньяху и Эдерштейн, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кому-то показалось странным, что прививку Беньямину Нетаньяху делал не кто-то из медперсонала, а личный врач премьер-министра доктор Цви Беркович по соцсетям даже начала гулять фото жаба, что персональный лекарь делает не укол, а татуировку на плече премьера в виде портрета Сары Нетаньяху. Кого-то возмутило, что первые прививки достаются высокопоставленным лицам, главе Кабмина, министрам, депутатам, крупным чиновникам и руководителям. При этом же на старте вакцинации рухнули от обилия заявок колл-центры ведущих больничных касс, и простым израильтянам было не так-то просто получить место в очередь на прививку. Кто-то заявлял, что начинать нужно было не только с медиков и представителей групп риска, но и с работников, связанных с обслуживанием, оказанием неотложной помощи, коллективной работой, а то и спасением широких слоев населения, с полицейских, учителей и воспитателей, водителей общественного транспорта, пожарных, сотрудников чрезвычайных служб и так далее. Большинство израильтян потребовали не отрывочной информации, а точного графика прививочной кампании. И он был вскоре обнародован. И вот уже вторую неделю вакцинация идет по заданному плану. Первыми прививки получили сотрудники медперсонала в больницах, поликлиниках и клиниках, студенты-медики, проходящие практику, персонал психиатрических и гериатрических медучреждений, а также их контингент, живущий в домах престарелых и хостела. Затем прививки начали делать педагогическому персоналу, пожилым людям и хронически больным, а также военнослужащим. После этого доходит очередь и до остального населения, за исключением уже переболевших ковидом, детей до 16 лет, беременных, аллергиков и хронически больных. Больничные кассы рассылают персональные телефонные приглашения на каждом этапе. Только получив такое приглашение, можно назначить очередь на прививку. Минздрав уверенно сообщает, что вакцин, мест в центрах для прививок и рабочих рук медиков хватит всем израильтянам. На этом фоне правительство Израиля и его специальный кабинет по борьбе с коронавирусом, что называется, закручивают гайки. Первым делом премьер-министр Бениамин Нетаньяху инициировал решение о закрытии авиасообщения после обнаружения нового штамма COVID-19 в Великобритании и некоторых других странах. Были приняты необходимые действия по предотвращению въезда в Израиль иностранцев из всех стран, и с 23 декабря воздушные ворота страны для них захлопнулись. Фактически это означает полное прекращение работы международного аэропорта Бен-Гурион. Одновременно израильские авиакомпании увеличили количество рейсов, чтобы дать тысячам находившихся за границей израильтян возможность вернуться до введения принудительного карантина. Израильтян, возвратившихся домой из-за границы, обязали пройти карантин под наблюдением медиков в так называемых коронавирусных отелях сроком в 10 дней при прохождении двух анализов или 14 дней без анализов. Вернувшиеся из-за рубежа люди, у которых был выявлен коронавирус, помещались на карантин в специальные больничные гостиницы. Принудительное помещение в карантин и невозможность встретить Новый год дома в кругу семьи вызвали резкий протест. Около 30 человек вышли из своих номеров в отеле «Дан Панорама» для того, чтобы организовать пикет. Они назвали пятизвездочный отель, в который их поместили, коронным лепрозорием. Постояльцев возмутило и то, что гостиница находится под охраной военнослужащих армии обороны Израиля. «Лучше бы мы остались в Англии», – заявляли вернувшиеся в Израиль. В то же время солдаты и офицеры Цахала старались проявить максимум участия в сложившейся ситуации. Они обходили комнаты и интересовались потребностями изолированных. От необходимых лекарств и средств личной гигиены до особой еды, которой нет в меню отеля. Все просьбы и пожелания выполнялись четко и оперативно. Но оптимизма и радости это постояльцам карантинных отелей не доставляло. При этом командование тыла сообщило, что не в состоянии поместить в гостиницы всех израильтян, которые в ближайшее время вернутся из-за границы. И, видимо, придется задействовать какие-то другие места размещения людей. Помнишь старый анекдот про пассажира поезда, который лежал на верхней полке, стонал и жаловался, что ему плохо? Да, а внизу был представитель какой-то Южной Республики и говорил «Э, пасущий брат, кому сейчас хорошо, а? Не скажи». Если судить по отчету ООН, год тому назад были такие счастливые и довольные жизнью страны. Ну-ка докажи. С цифрами в руках, с особой гордостью легко. Глобальная сеть Организации Объединенных Наций по оказанию помощи государствам, входящим в ООН, опубликовала свой ежегодный рейтинг «Индекс человеческого развития». В этом отчете оценивается уровень жизни в странах мира на основе показателей в трех областях – экономика, образование, здравоохранение. Еврейское государство набрало, согласно этому документу, 919 баллов из тысячи возможных, что на 19 баллов больше, чем средний балл для стран-членов ОООН. Израиль разделил 19-21 места с Японией и Лихтенштейном. В общей сложности в рейтинг вошли 189 стран. Первые пять мест достались Норвегии, Ирландии, Швейцарии, Исландии и Гонконгу. Среди стран Ближнего Востока самый высокий уровень жизни зафиксирован в Арабских Эмиратах. Остальные страны региона, кроме Израиля, сгруппировались в конце первой, начале и середине второй сотни мест. Что значит высокое место Израиля в рейтинге «Индекс человеческого развития»? В частности, отчет показал, что по данным на 2019 год, ВВП на душу населения в Израиле составляет более 40 тысяч долларов. Израильтяне в среднем учатся по 13 лет, А тот, кто родился в Израиле в 2019 году, проживет в среднем 83 года. А в сегодняшнем Израиле бушует политическая буря. Что, уже бушует? Да. Выборы в Кнессет? Да. Судя по всему, они самые четвертые за два года. В ночь с 22 на 23 декабря решилась судьба Кнессета 23-го созыва. Еще накануне, в ходе вечернего заседания, Парламентарии не поддержали законопроект о переносе крайних сроков принятия бюджета, В связи с чем в полночь парламент был распущен, И в Израиле вскоре состоятся новые выборы. Кнессет не смог принять в первом чтении законопроект о переносе срока утверждения государственного бюджета. За законопроект о переносе крайних сроков принятия бюджета на 31 декабря, Либо на 5 января проголосовали 47 парламентариев, а против 49. При этом еще одна депутат Ликуда Михаль Шир объявила о выходе из партии И присоединении к политсиле Гедеона Саара «Новая надежда». Шир окончательно сбила расчеты партии Ликуд и блока Кахоль-Лаван на то, Что законопроект будет принят большинством голосов. Однако сразу три представителя партии Бенни Ганса и один от Ликуда Проголосовали против переноса сроков по принятию бюджета. При этом еще один представитель партии Ликуд вообще отказался голосовать. Непринятие бюджета означает автоматический роспуск Кнессета и новые внеочередные выборы. Ганс и Нетаньяху обвинили друг друга в ситуации, которая привела к новым выборам. Но глава правительства заявил, что выборов не боится, потому что уверен в победе. Итак, выборы должны состояться, по идее, через 90 дней после роспуска Кнессета. Пока таким днем видится 23 марта 2021 года. Еще до окончательного решения в Комитете по законности и Конституции уже началась подготовка к выборам, ориентированным на марк. И самый острый вопрос, как пойдут на выборы носители коронавируса. Есть серьезные опасения, что бессимптомные больные, не прошедшие проверку, могут заразить людей на избирательных участках. Поэтому множество граждан не придут на выборы, в случае, если узнают, что там будут голосовать инфицированные. Уже раздаются голоса, чтобы инфицированные голосовали на день раньше. Так можно будет разделить избирателей на две группы и проводить выборы не один, а два дня. Также уже прозвучало предложение об организации подвозки носителей на избирательные участки. Об изменении избирательной процедуры и о голосовании по почте политики не хотят и слышать, ссылаясь на неоднозначный опыт США. При этом система демократических выборов должна быть сохранена, и никто не может быть лишен права голоса. Израильские партии, конечно, хотят, чтобы явка их электората была массовой. Однако еще больше все заинтересованы в сохранении здоровья нации. Есть такая пословица «Не родись красивой, а родись счастливой». Нет. Французские антисемиты, которые никогда и не слышали эту русскую пословицу, переначали ее на свой лад. «Не родись красивой еврейкой». Прямо-таки так. Так. Прямо так. Вот что случилось с вице-королевой красоты Франции Апрель Бенаюм, занявшей второе место на конкурсе красоты «Мисс Франция-2021». Пожалуйста. Родившаяся в Провансе вице-королеву красоты Франции Апрель Бенаюм стала мишенью для нападок со стороны антисемитов в социальных сетях после того, как упомянула об израильском происхождении своего отца. Мать девушки родом из бывшей Югославии, точнее, из Сербо-Хорватии. А вот отец, Апрель Бенаюм, действительно родился в еврейской семье, репатриировавшейся в Израиль из Италии, а уже потом перебрался во Францию. У юной провансальской красавицы есть родственники как в Сербии и Хорватии, так и в Израиле, но только последние обстоятельства разъярило французских йодофобов. Сразу же после представления Апрель Бенаюм в начале телетрансляции конкурса, в котором она рассказывала о своих корнях, в ее твиттере появились антисемитские и ксенофобские комментарии, а также призывы бойкотировать ее кандидатуру на конкурсе «Мисс Франция-2021». Разбушевались шовинисты и в других социальных сетях. Дело доходило до прямых оскорблений и даже призывов к физической расправе с конкурсанткой-еврейкой. «Дядя Гитлер, ты забыл уничтожить мисс Прованс!» – было написано в одном из комментариев. «Кто-нибудь, расскажите ей, что Израиля не существует! Это Палестина!» – написал другой комментатор. Особо старались оскорбить Апрель иммигранты из арабских стран во Франции. Министр по делам гражданства Франции выразила поддержку Апрель Бинаюм и направила рапорт по поводу антисемитского инцидента в прокуратуру. Министр внутренних дел Франции также заявил, что глубоко шокирован произошедшим. Международная лига против расизма и антисемитизма призвала направлять ей сообщения о любых антисемитских выходках и потребовала привлечь к суду авторов комментариев, которые превратили твиттер в антисемитскую помойку. Свою поддержку Апрель Бинаюм выразила и победительница конкурса «Мисс Франция» Амадин Пяти. «Да, дела. В Пятой Республике антисемитские штучки юдафобские начали повторяться, ну, прям системно, из раза в раз. А вот еще один свежий случай». В один из дней Хануки преступники напали на семью в северном пригороде Парижа – Абервилия. За то, что в машине звучала израильская музыка и песня на еврите. Злоумышленники выкрикивали антисемитские лозунги, забрасывали автомобиль камнями и бутылками, а не сумев вытащить спрятавшихся там евреев, попытались перевернуть машину. Вызванный наряд полиции задержал юдафобов и предотвратил расправу. Абервилия, где произошел инцидент, располагается в административном районе Сен-Сен-Дени. Это бедный округ, многие жители которого – мусульмане, выходцы из семей иммигрантов. Однако здесь же издавна обитает и еврейская община, работает большая еврейская школа. В последнее время французские евреи как в этом, так и в других районах и городах страны стали сталкиваться с проявлениями ненависти со стороны националистов неонацистского толка и пропалестинских мусульманских фанатиков. Чему учит Тора? Вере, стойкости, мудрости. А о чем рассказывает та ее недельная глава, которую читают в синагогах на этой неделе, поведает наша постоянная рубрика «Стендап Тора» и раввин Хамовников, раввин общины среди своих, Мотл Гордон. Шалом. На этой неделе мы изучаем недельную главу «Ваехи» и одновременно мы заканчиваем изучение книги Баришит, первой книги Торы, первой книги Танаха. Поэтому сегодня мы говорим не только о главе, но и подводим некоторую черту под изучением книги Баришит. Книга Баришит повествует о праотцах, о людях величайшей силы духа, которые прожили удивительные жизни и оставили важное наследие своим потомкам. Наверняка всем знакомы сказки про трех сыновей, которые отправились по трем разным дорогам, и обычно третий сын, самый младший, на первый взгляд, самый несчастливый, оказывается самым ловким и удачливым. И, как правило, сыновьям в этих сказках предоставляется выбор, какой дорогой идти, какими инструментами пользоваться, и только их выборы приводят к тому результату, который они получают в итоге. В главе «Ваехи» происходит нечто похожее. Заканчивается рассказ о праотцах. Буквально в следующей недельной главе написано о том, как умерли все главы колен. И в этой главе Яков дает благословение всем своим сыновьям, главам колен. И цель, которую они хотят достигнуть, это одна и та же цель. Присутствие Всевышнего в этом мире, раскрытие его присутствия здесь, служение ему всем сердцем, всей душой и всем имуществом. Но инструменты, которые даны Всевышним каждому из глав колен, разные. И, соответственно, благословения, которые Яков дает каждому из них, разные. И это преподает нам величайший урок, величайший и полезнейший урок. У каждого из нас есть разные благословения, разные силы, разные инструменты для служения Всевышнему. И даже когда речь идет об общих целях и об общих задачах, разным людям нужно действовать по-разному в соответствии с тем, что Всевышний дал им. Это означает, что, глядя на других людей, глядя на других евреев, мы должны понимать, что мы все в одной лодке. Правые, левые, сефарды, ашкеназы, литваки и хасиды. Все имеют общие цели и задачи, но очень разные инструменты. И друг без друга мы не способны этих общих целей достигнуть. И парадоксальным образом в различии этих благословений содержится послание о том, что вообще-то нам необходимо единство. Именно потому, что каждый несет в своей торбочке разное благословение. И собрать этот пазл мы можем только вместе. Такие дела. А вот сейчас будет еще один постоянный и очень любимый зрителями раздел нашей программы «Недели в истории» с Давидом Несингольцем. Так что же знаменательного происходило на свете в предновогодние дни? Слово историку. 19 декабря 1919 года в порту Яффе пришвартовался корабль «Руслан», вышедший ранее из Одессы. На корабле находилось более 600 пассажиров, из которых более сотни были евреи, изгнанные из Эра Цесраэль в годы Первой мировой войны, оказавшиеся в Одессе. А остальные – российские евреи, которые подделали себе документы, причем это было сделано организованно, централизованно, и обратились к английскому консулу с просьбой выдать им документы на право въезда в Палестину. Дело в том, что в годы Первой мировой войны немало евреев было издано или бежало, эмигрировало из Палестины. Некоторые из них оказались в Одессе. И они хотели вернуться в Эра Цесраэль и обратились за помощью к британскому консулу. Ситуацией решили воспользоваться и сотни евреев, которые решили выбраться из России, но не имели легально такой возможности. И кроме 100 с лишним реальных беженцев, еще примерно 500 человек получили возможность на въезд в Эра Цесраэль. Некоторые, в шутку, это потом называли первым Таудат-Зоут, удостоверением личности еще задолго до создания государства Израэль. Среди 600 с лишним пассажиров, которые там находились, многие потом составили красу и гордость будущего еврейского Ишува и государство Израэль. Ишув – это еврейское население страны до 1948 года. Среди них были известный историк Йосеф Гедалия Клаузнер, видный инженер и ректор хаевского технеона Исруэль Достровский, видные врачи, адвокаты, общественные политические деятели, будущий главный врач больницы Адаса доктор Хайм Яски, отец поэта Эфраема Гури, в частности, на корабле была Рахель Коэн-Каган, одна из двух женщин, подписавших Декларацию независимости, и мать премьер-министра Израиля Ицхак Рабина. Многие считают, что Руслан был первым кораблем, прибывшим в Эра Цесраэль после окончания Первой мировой войны. Это не так. Первая мировая война окончилась осенью 1918 года, и после этого в Эра Цесраэль прибыло немало кораблей. Руслан прибыл уже через год после окончания Первой мировой войны, но недаром его называют израильским эфлауером, потому что среди пассажиров Руслана были люди, которые внесли огромный вклад в становление и развитие государства Израиля. И, наконец, то, чего все так ждут. В конце кого мы выдвигаем название Комик-неделя? Не выдвигаем, а уже называем. Мы же не в Кнессити и не в Государственной Думе. Короче, вот он, наш герой и комик в одном лице. Израильский гражданин был пойман с поличным, когда пытался вынести из магазина в Екатеринбургском аэропорту Кольцова плюшевого медведя. 30-летний уроженец Екатеринбурга, который уже 7 лет живет в Израиле, просто вышел наружу с игрушкой, не заплатив за нее указанной на ценнике 7,5 тысяч рублей. Около 100 долларов или 350 шекелей решил сэкономить наш герой. Адвокат любителя дорогой мягкой игрушки заявил, что клиент ничего не крал, хотел расплатиться, но не дождался продавщицы и вышел из магазина выпить кофе. Как поведал юрист, со слов израильтянина, тот сидел с мишкой, всем своим видом показывая, что он ждет продавщицу и хочет заплатить за игрушку. Так и не дождавшись, продавщицы гражданин двух стран направился к самолету, когда по громкоговорителю объявили, что началась посадка. В этот момент его и задержали. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный пережил эмоциональное потрясение. Теперь похититель новогоднего мишки живет у своих екатеринбургских родственников в ожидании суда. Ему грозит от высокого штрафа до двух лет лишения свободы, а 100-долларовый косолапый вернулся на полку аэропортовского магазина. Ну вот и все. Мы прощаемся с вами, наши дорогие зрители. Но не на эту неделю, как обычно, а только на четыре дня. Следующая крайняя, как теперь говорят, программа «Два кадра» 2020 года выйдет 30 декабря. То есть вместе с первым еврейским телеканалом весело-весело приблизим Новый год. До встречи 30 декабря 2020 года. Спасибо, что были с нами. Дорогие друзья, не забывайте подписываться. Ваше внимание, наша валюта. Мы существуем, потому что вы нас смотрите. Да, спасибо вам за то, что смотрите. Подписывайтесь и ставьте лайки. Все внизу. И котик, на которого нападает еда. Обязательно котик. Субтитры подогнал «Симон»!